Как известно, у каждого действия есть противодействие, а у каждого лекарственного средства или даже витамина – побочный эффект. Иногда побочный эффект огорчает, иногда радует, а иногда и вовсе становится основным направлением дальнейшего использования этого средства. В сегодняшнем видео мы поговорим о побочных эффектах использования дефростированного алоэ. Это исследование случайным образом началось более трех месяцев назад. Как говорится, не было бы счастья. Да несчастье помогло. До этого на канале использовался сок алоэ ферментированного холодом. Листья алоэ выдерживались 2-3 недели в темноте на дверце холодильника. Ферментация лишь усиливает действующие свойства сока алоэ, но не отменяет возможность использования. Свежего сока. И привет, друзья! Вы на канале классика орхидейного жанра. 6 февраля 2023 года на этом канале вышло видео об использовании размороженного или дефростированного сока алоэ на орхидеях. 62 тысячи просмотров и 503 комментария под видео. А в комментариях самые разные вопросы. А можно ли использовать такой сок алоэ на других видах орхидеи? Можно. А можно ли вместо такого сока использовать свежий? Можно. Зрители стали общаться между собой в комментариях и те, кто на канале долго, делились опытом с новичками. А вы пробовали алоэ по стволу вант? Я на тот момент нет, не пробовала. А вот Эрен пробовала и ответила Ольге. Ольга, я соком алоэ нарастила корни у 4 вант. В сегодняшнем видео я покажу вам многое. И прямое действие дефростированного алоэ, и побочный результат, который в некоторых случаях порадовал меня в разы больше, чем прямое действие. Сок дефростированного алоэ использовался в самых разных номинациях, на самых разных видах орхидей и орхидей разной степени здоровья. У фаленопсиса сокровища Будды, полученным подростком, были отломаны листья и приклеены назад садовым варом. У растения начали отсыхать листья от ствола, а корни все не появлялись. А вот эту орхидею, точнее детку фаленопсиса, я восстанавливаю из удручающего состояния. Из состояния полной потери тургора листьев и корневой системы. И конечно, я попробовала сок дефростированного алоэ на вандах, ожидая получить корни у детки. Остатки выплеснула в пазуху листа ванды. Сегодня вы обязательно увидите, что из этого получилось. А теперь, как всегда, и обо всем по порядку. Какое алоэ использую я? Я использую алоэ древовидное, столетник или бабушкино алоэ. Зрители канала чаще всего используют настоящее алоэ или алоэ вера. Обширный перечень биологически активных веществ, содержащихся в соке алоэ, позволяет нам отказаться от использования любых дорогостоящих, самых лучших химически синтезированных средств. Ведь в алоэ содержится 20 из 22 известных аминокислот, в том числе 7 из 8 незаменимых. Будет идеально, если ваше алоэ выращивается уже более 3 лет. Посмотрите на свои экраны. Вот этому найденному мною кусту алоэ явно гораздо больше, чем 3 года. Основные стебли с него срезали, а поросль осталась стоять никому не нужной на скамейке рядом с мусорными баками. Срезаем листья с алоэ и отправляем их на несколько недель в морозильную камеру. Можно заморозить порционно, а можно общей массой, доставая в дальнейшем несколько листов для использования. Практически вся мякоть алоэ после размораживания превращается в чистейший сок. Сока из таких листьев образуется гораздо, в разы больше, нежели чем при использовании свежего алоэ. После полной разморозки выжимаю сок из листьев с помощью руки. Сок имеет приятный медовый цвет и аромат. Вот этот оставшийся клубок жмыха можно использовать для приготовления настоя. Наносим сок дефростированного алоэ на те места, откуда ожидаем получить результат. У больной орхидеи без тургора листьев и с тремя чахлыми корнями я хотела получить здоровые и сильные корни от ствола. Наносила сок алоэ на основание. Как часто нужно повторять эту процедуру? Спрашиваете вы в комментариях. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Если ваша орхидея здорова и ей нужен лишь толчок для активных действий, будет достаточно всего одной обработки. Именно так было в первом случае, когда я выманивала корни у фаленопсиса Будда Трежа. Выманивала корни, а получила побочный эффект. Вместе с корнями у орхидеи появился цветонос. Как я уже говорила в начале видео, с тех пор прошло почти 3 месяца. Этот цветонос вырос и уже полностью распустился. В конце видео вы обязательно увидите. Это новое цветение. Итак, вариант номер 1. Дефростированный сок алоэ используется на здоровой орхидее. Прямой ожидаемый результат. Множественные корни от стебля орхидеи. Побочным эффектом явилось появление нового цветоноса. Напишите в комментариях, какому эффекту, прямому или побочному, вы радовались бы больше? Если ваша орхидея утратила корневую систему и тургор листьев в результате неправильного ухода и неправильно созданных условий содержания, ей тоже поможет сок дефростированного алоэ. Но в этом случае, скорее всего, количество обработок придется увеличить. Для получения основного и побочного эффектов в данном случае мне потребовалось 3 обработки. Давайте посмотрим, как это было и какого эффекта я добивалась после каждой обработки. На момент первой обработки у орхидеи было всего 3 корня сомнительного качества. Соком дефростированного алоэ, мягкой колонковой кисточкой, я промазала стволик орхидеи и старые корни. Буквально на глазах в течение первых трех дней появился результат. И этим вполне ожидаемым результатом стало появление новых корней от ствола орхидеи. С появлением новых корней я обработала орхидею с другой стороны ствола еще раз. Интервалы между обработками могут быть самыми разными. Три дня, неделя, все зависит от состояния растения. В моем случае орхидея, а точнее то, что от нее осталось, чувствовала себя вполне достойно. Корни от ствола буйно развивались, а те корни, что были у орхидеи ранее, стали ветвиться. По моему мнению, этого было вполне достаточно. Тот результат, который я ожидала, я уже получила. И поэтому все обработки я прекратила. Помните тот корень, который был похож на копытца? В результате воздействия сока дефростированного алоэ он раздвоился. И так и продолжил развиваться двумя макушками. Для тех, кто в первый раз на этом канале, скажу, что я восстанавливаю эту орхидею с осени в открытой системе без субстрата. Для тех, кто интересуется развитием орхидеи в открытой системе, покажу, как стали в дальнейшем расти эти корни. Они начали расти в трех направлениях к стенкам стакана, создавая с собой каркас и плотно упираясь в стенки, для того, чтобы орхидея чувствовала себя в посадке уверенно. В этот период для орхидеи использовался полив в режиме 6 через 6, 8 через 8 или 12 через 12. То есть 12 ночных часов корни орхидеи находились в воде, а в дневное время без нее. И наоборот. Вода заливалась в стакан таким образом, чтобы она не доставала основание ствола орхидеи. И в то же время, чтобы наибольшее количество кончиков корней орхидеи касалось воды. А потом, делая очередную видеосъемку развития корней орхидеи, я увидела вот это. Помня о прошлых побочных эффектах действия сока алоэ, я подумала... А что думаете вы? Что это появилось у основания орхидеи? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Первое, о чем подумала я в тот момент, это о том, что орхидея выпустила цветонос. Потом, вспомнив, что у этих двух листьев нарушен центр розетки, то есть верхушечная меристема и орхидея не может расти вверх, я подумала, что это детка. За эти несколько дней раздумий я замучилась сама и замучила других. Мои сомнения развеялись тогда, когда у этого нечто нового появились листики. Такого побочного эффекта сока дефростированного алоэ я никак не ожидала, но была ему чрезвычайно рада. С тех пор детка стала расти на глазах, буквально не по дням, а по часам. Корни тоже не отставали в развитии, пробуждались все новые и новые меристемы корня. Кончики самых длинных корней уже достигли дна стакана. Периодически я доставала орхидею вместе с деткой из стакана. Стакан промывала, а обе орхидеи внимательно разглядывала и снимала. Вот такие великолепные корни удалось нарастить орхидеи за два месяца. Это ли не чудо? Это ли не результат? Даже такого результата было бы больше, чем достаточно. Но я решила в этот раз не останавливаться на достигнутом и обработала орхидею еще один раз. Я решила обработать детку и прилегающую к ней территорию для того, чтобы детка развивалась максимально быстрыми темпами. Сказать, что мне удалось достичь желаемого, ничего не сказать. За несколько недель детка своими листьями достигла стенки стакана. И мне пришлось придумывать сооружение для того, чтобы поднять растение вместе с деткой. Под основание орхидеи я поместила две плоские палочки и разместила орхидею на них сверху. Корням, которые уже давно достигли дна стакана, снова есть куда расти. А детке теперь будет доставаться еще больше солнечного света, ведь теперь не будет препятствия в виде стенки стакана. Как и все другие орхидеи, в теплые и солнечные майские дни эта орхидея приучается к прямым солнечным лучам на открытом балконе. И, пожалуй, это самый ценный из всех побочных эффектов, которые мне довелось получить. Самый ценный, но, пожалуй, не самый фантастический. По многочисленным просьбам зрителей, я решила смазать соком дефростированного алоэ стволы вант в целях выманивания из них корней. Выбрала ту, у которой в данный момент корневого роста не наблюдалось. Сделала всего одну обработку и стала ждать. Корни начали свой рост примерно через неделю. Тогда я провела еще один эксперимент, и вовсе неожиданный. Я стала выманивать корни у детки Ванды, которая росла на ее стволе уже несколько лет, а корней все не давала. Результат не заставил себя ждать. И даже у детки появилось три или четыре корня от стволика. Но фантастическим было не это. Фантастическим был побочный эффект. Остатки сока алоэ я вылила в пазуху листа Ванды, из которой ранее уже выходил цветонос. Каково же было мое удивление, когда из этой же пазухи появился еще один цветонос. Разве такое бывает? Вы когда-нибудь такое видели? А как вы думаете, этот цветонос единственный? Нет, он не один. Сок дефростированного алоэ воистину творит чудеса. Я смотрела на эти бурно развивающиеся цветоносы и не могла поверить своим глазам. Одно дело, когда Ванда цветет на два цветоноса в летний период на открытом балконе. И совсем другое, когда она собирается сделать то же самое внутри квартиры. Тем не менее, она сделала это. Я представляю вам весеннее цветение Ванды на два цветоноса. Ванды, которую мы вместе со зрителями канала окрестили Вандой Дикий Кот. Вместе с Вандой распускалась и та орхидея, из-за которой и начался весь этот эксперимент. Фаленопсис Будда Трежа или Сокровище Будды. Невероятно красивый фаленопсис ярко-красного цвета с неоновой губой. Об этом сорте я уже неоднократно рассказывала. И если вы хотите ознакомиться с этими видео, ссылки на них я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Вот такие невиданные результаты и вот такой невероятный побочный эффект. Знаю, что многие из вас уже получили грандиозные результаты, используя сок алоэ. Друзья, делитесь своими результатами в комментариях. Ну, а я решила запечатлеть некоторые из побочных эффектов в одном кадре. На переднем плане самый фантастический побочный эффект. И это цветение ванды на два цветоноса. Один из цветоносов вышел из уже процветшей пазухи листьев. На самом дальнем плане цветение фаленопсиса Будда Трежа или Сокровища Будды. А теперь выполнение просьбы. Зрители просили показать, какой новый пульверизатор я купила для канала. И это аккумуляторный опрыскиватель объемом 900 мл. Пожалуй, стоит показать не его работу, а его самого. Заодно отвечу на вопрос, опрыскиваю ли я другие виды орхидей. Да, друзья, я опрыскиваю все виды орхидей, которые есть в моей коллекции, в том числе цветущие. Вот такое чудо современной техники, которая способна работать даже без участия человека. Нажал два раза кнопку и готово. Еще раз огромное спасибо всем тем, кто принял участие в его приобретении. Любуясь на самый фантастический побочный эффект, я буду завершать свой сегодняшний рассказ. Напоминаю вам, что 19 минут вы провели вместе с каналом классика орхидейного жанра. И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного. До новых встреч!